Добрый день! Здравствуйте! Сегодня приготовим с вами хлебцы, но не магазинные, а домашние. Они будут не хрустящие, но очень вкусные. Для этого нам понадобится геркулес, то есть овсянка, отруби пшеничные я взяла, кефир, соль, разрыхлитель и одно яйцо. Теперь возьмём миску и всё высыпаем в миску. Геркулес самый простой, самый дешёвый, какой есть. Отруби желательно пшеничные. Добавляем сюда чайную ложку разрыхлителя и щепотку соли. А теперь яйцо. Яйцо. Яйцо можете добавить один или два, но если хотите, чтобы оно долго держалось, одного достаточно. Теперь добавляем сюда кефир. Если нет кефира, это может быть йогурт, только не сладкий, мацони, гатых, молочная сыворотка. Всё подойдёт и будет вкусно. Хорошенечко перемешали и оставляем, чтобы наша эта масса загустела. Это значит, отруби берут в себя вот эту влагу и, естественно, геркулес тоже. И получится такая масса, похожая на очень-очень густую сметану или кашицу, такую густую-густую кашу. Оставим на 10 минут. И этого хватит, чтобы тесто набухло. Теперь возьмём противень. Застелите его бумагой. Или, если нет бумаги, намажьте просто на противень масло, потому что без масла они пристают к противне. Я взяла силиконовый коврик, точно так же намазу туда тоже масло растительное. И распластаю здесь тесто, которое уже набухло. Главное распластать его очень тонко. И так как оно при выпечке будет подниматься. Теперь хорошенечко разделим его на ровные части. Ну, то есть, чтобы когда вы его будете с собой брать, у вас было и смотрелось хорошо, и удобно было его есть. Я разделю вот так на 3, на 12 частей. Для этого подойдёт любой инструмент, нож, или лопаточка, или вот как у меня, ножик от пиццы. Но самое главное сделать бороздочки между ними, так как когда они выпекаются, они начинают расти и прилипают друг к другу. Эта полоска не спасает. Поэтому надо сделать такой вот, ну, миллиметра два, а то и три расстояния между ними. Всё. Теперь отправляем в духовку. Духовка 180 градусов, заранее подогретая. Выпекается за 20-22 минуты. Вы смотрите по своей духовке. Вот, смотрите, прошли 22 минуты, и я достаю... Вернее, отделяю от коврика. Смотрите, как удобно отделяется, потому что там было масло. Я пробовала без масла. Они, честно говоря, не очень-то желательно отходят от него. Это надо ждать, чтобы они полностью остыли, накрыть полотенцем, и тогда остаётся под ними такое влажное состояние. А так они очень хорошо отошли. Я уже выложила их на тарелочку. Чтобы остудить, можете выкладывать их на сетку, если есть. На вкус они очень вкусные. Подойдут на завтрак, на ужин. Взять с собой на работу, в школу, в институт. Ну, вы смотрите на своё усмотрение. Куда надо, туда и берите. Главное, чтобы вы были сыты и не поправлялись. Не так ли? А пока хочу попрощаться с вами. Не забудьте уделить мне внимание, поставить лайк, написать комментарий. Я вас всегда жду. Пока, до свидания. Всего вам доброго.